Это он говорит. Вот. Тут я считаю, что вот эти вот зажатости надо... Ну, говорят, вот я лично так представляю. Представьте себе нашу вот эту энергетическую оболочку. Она пронизывает, естественно, наше физическое тело. По нему строится физическое тело, как по шаблону. И плюс еще ряд более тонких тел, которые составляют душу, а тем более дух. Так вот энергия идет, будем говорить, вот как раз с уровня духа. Дух именно ее дает. Далее она, будем говорить, как бы сказать, обесчисляется, должна обесчислиться через... Где-то идет через чакры. Все это дело выстраивается. То есть энергетические потоки сначала должны выстроиться, образоваться вернее. В этом участвуют в первую очередь чакры, да, которые дают пространство чакры. Далее сердечное движение, далее теплоту, далее какие-то там, грубо говоря, полу там какие-то, материальные субстанции. Наконец-таки последняя чакра дает нам эту крепость тела, крепость тела, которая должна быть. и вот скорее всего она расположена как раз вот здесь вот у нас в районе, значит, поясницы. А это как раз связано с пространством здесь. Можно предположить, что вот эти вот зажатые эмоции, которые не выведены, но которые в нас есть, понимаете, вот это мы вот все говорим о чистоте тела. Это одно. Тело можно вычистить легко и просто, но гораздо труднее избавиться от того шлака, который лежит в нашем подсознании, который накоплен не только в этой жизни, а он накоплен в течение прошлой жизни. Об этом вообще молчат и сейчас меня тут заплюют, о чем ты тут говоришь, да ты что, такого не может быть. Но тем не менее уже есть и работы, которые говорят о том, что у нас сохранилась память, память сохранилась чуть ли не не с атомарного уровня развития, до естественно вот того человеческого, которое мы знаем. И естественно и в царстве минералов какие-то были получены, ну грубо говоря, свои специфические особенности на эмоциональном уровне, да, но они наверное уже и не действуют, да. Далее на растительном царстве были, когда мы проходили, получены какие-то особенности. На животном царстве были получены. И наконец-таки в течение нескольких жизней мы там и умирали, и любили, и обманывали, и нас обманывали, и мы естественно страдали, раздражались, негодовали, ненавидевали, и все такое, все такое было. То есть вот там лежит огромный груз, который, знаете, как болото, при определенных условиях, создавшихся здесь, он норовит выплость. Он норовит выплость, и как только вот, допустим, у нас накопилось там огромное количество там обид, страхов, раздражений и так далее, и все это только раз, оно только поднимается, хоп, а мы боимся это, о-о-о, думаем, что там такое сказать, что-то такое пережить еще разок это, думаем, не-не-не-не-не-не-не, это не надо. И оказывается, это вот, поднявшийся, имеет свою собственную, ну, будем говорить, объем, имеет свою собственную содержание. И концентрируется, концентрируется в определенных частях тела, которые по своим каким-то характеристикам, по своим частотно-резонансным параметрам близки им. И, в частности, наверное, вот этот страх, вот страх это почки, если дать, вот все проблемы со страхом у нас, ну, грубо говоря, тут страх даже, что-то вовремя не сделать, что-то там, ты не успел, вот такие, не надо там бояться, что вас там убьют, это не такой страх. А вот именно более мелкого калибра страхи, они где скапливаются? От страха душа в пятки ушла. Они скапливаются здесь, они здесь скопили, и что они вызывают? Они вызывают, естественно, изменения в шаблоне энергетическом, да? Это эфирном в нашем теле, по которому строится физическое. Уже характеристики поменялись, уже из-за этого мышцы начинают работать не так, как надо, потому что он там, я считаю, наплел там свое под вот эту вот физическую, физиологическую сторону, а тут надо брать тонкую физиологию. Только тогда становится ясно. Потому что он говорит, когда человек осознает, что страхи, что его раздражения различные, и от них вот начинает избавляться, да, просто не допускает их, то есть он осознает, что это делает, что спина как раз заболела из-за этого, и они начинают рассеиваться. То есть важно осознать, что в нас вредит. Кстати, проблема с предстательной железой, это тоже могут быть во многом связаны не только с тем, что у нас там завелись какие-то там микропаразиты, которые едят к предстательному железу, но и эта вещь, которая начинает, что она делает? Вот в первую очередь, она ухудшает кровообращение. Как только ухудшается кровообращение, значит, начинается отмирание этой части, начинается, будем говорить, там боли, и все такое, все такое. Как только это осознал, только раз это прошло, то есть страх перед интимной близостью, страх там открыться, страх вот показать себя таким, как ты есть. Понимаешь, вот эта зажатость. Вот, если я себя возьму, то я был ужасно зажат, потому что никто, естественно, об этом мне не рассказывал, плюс у меня там свои там вещи там были, да, и я был, ну, зажат, вот, боязлив, и как-то я не мог, вот так, знаете, свободно. То есть ты не даешь зажатость твоя в чем-либо, не дает свободного току энергии с духовного уровня через твои тонкие тела, через физическое тело, и ты можешь вот просто-напросто идти, вот как вот сегодня. Я увидел, когда ходил по прогулке, идет такая красивая девушка. Вот, и просто я вот почувствовал, что аура ее очень хорошая, вот я почувствовал, да. Ну, я так спросил, а голова у вас не мерзнет? Она так мило ответит, нет, не мерзнет. Вот, то есть такой вот разговор состоялся, который мог бы дальше во что-то там перенести, если уж, грубо говоря, там, ну, познакомиться. А раньше бы и этого, ты что там подойти, спросить и так далее. То есть, естественно, открыться и сказать человеку, да ты красив, ты хорош собой, понимаете? Вот эта вот искренность, вот этот вот посыл, да, человек поймет, что ты над ним не стебаешься, а ты говоришь так, как есть, понимаете? Это и ему приятно, и тебе приятно. Вот, так, так, продолжим, значит, у нас еще есть время. Так вот, вот эти вот, будем говорить, зажатости, которые у нас накоплены, и они, они, говорит, вот именно провоцируют на то, чтобы у нас появились вот такие вот заболевания. Кстати, он как раз и пишет, вот если человек, понимаете, который прошел этот курс, у него исчезли боли в спине, а потом он опять что-то там на работе там такое получил, грубо говоря, там поднервничал, что-то ему там разневался, так сказать, ну, разневался, допустим, на своих родителей, которые живут далеко, они уже старенькие, за ними надо ухаживать, но за ними же надо приехать, вот они такие-сяки, как бы сказать, вот, понимаете, чувство неловкости, с одной стороны надо ухаживать, а с другой стороны ты не можешь, это как-то тебя напрягает. Все, у него возникли боли. И он говорит, вот так вот, и так вот возникли боли, что там делать? Ну, он ему объяснил, автор, да, и он рассердился на это. Ах ты такая сика! Я говорю, боль, наверное, такая раз ушла. Я не хочу такого что-то говорить, но вот у меня тоже со спиной такие вот какие-то непонятки, неполадки. И то, и все, и правят, и там делаешь, и растяжки, и хрестяжки, и так далее. Все это такое, естественно, дело. Но какая-то проблема, мы говорим, вот, там осталось, я чувствую. Вот когда я вот сегодня, я буквально-таки прочитал 120 страниц этой книги, и мне уже особо учить не надо, я знаю, что это к чему, ну, меня надо ткнуть, понимаете? Вот. И сказали, что если у вас, вот, согласно диагностике, болит шея, плечи, вот здесь вот как раз вот этот вот, лопатки, поясница, колени, тазобедренные суставы, там, локти, да, это все исправление ваших зажатостей. И как только я так понял, так сказал, что вот эти вот все, все какие-то страхи, недовольство, там, допустим, родителями, недовольство, допустим, там, женой, недовольство, там, допустим, телевидением, недовольство, там, допустим, кто-то мне там что-то там написал по интернету, еще что-нибудь, еще что-нибудь, я этому сказал нет. То есть, то есть, он даже об этом не написал, А я уже до этого смекнул Я говорил о том Что настройка сознания И кто-то спросил А как же его настроить Как же его настроить на то Чтобы оно, понимаете Было вашим помощником Приносило здоровье Приносило удачу А не наоборот Не проблемы в виде Боли и так далее То есть тут он интересно говорит Что вот как раз Нежелание решить эмоционально Вот эти проблемы Страх перед ними Приводит к тому что Организм пытается защититься болью Когда у человека что-то болит Он уже ему не до эмоциональных проблем А когда он их решает Исчезают вот эти вот проблемы Так к чему я веду Время у нас уходит Значит Это естественно сложно Но тем не менее это выполнимо Вы должны постоянно Следить за собой За своим Будем говорить Сознанием Контролировать его Как знаете Как со стороны стоите И смотрите Что в нем творится У нас Вот у индусов есть такая Садь, щит, ананга Там благо, знание и радость Ну примерно так я перевожу То есть вот эти Кратиства должны у нас быть Все остальное Они не то Так вот Вы следите за собой Как только у вас Возникает какое-то Недовольство